МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Меня зовут Лев Коновалов, и это телепрограмма Кубань-Рина. В следующие 15 минут будем говорить исключительно о желто-зеленых. Итак, смотрите сегодня. Итоги южно-российского дерби. Детальный еще раз сбор домашнего матча с Ростовом. Откровение кубанского сторожила в собственный день рождения. Вторая часть эксклюзивного интервью с Георгием Букуром. Готовимся к визиту в Дагестан. Поселивлю Кубани одолеть на выезде Махачкалинский-Анжи. Минувшая неделя уготовила игрокам Кубани крайне серьезный тест на прочность. Ведь в рамках 24-го тура чемпионата российской премьер-лиги в гости к желто-зеленым пожаловал футбольный клуб Ростов. Встречи двух географических соседей всегда получились особенно принципиальными и не случайно получили от прессы статус южного дерби. Однако в этот раз дополнительный интерес к поединку придавал тот факт, что ростовчане на момент стартового свистка оказались неожиданными лидерами таблицы. Так что без преувеличения вся страна готова, удастся ли подпечным Курбана Бердыева удержаться на первой строчке. То, что взломать оборону соперника окажется задачей архисложной, было понятно заранее. Ведь Ростов не пропускал голы аж с ноября месяца, а сухая серия голки Персослана Джанаева составляла уже 540 минут. Впрочем, гости довольно быстро показали, что в порядке у них не только оборона, но и атака. На 38-й минуте вернейший шанс отличиться упустил Сердер Азмун. Получив передачу от Полоза на линии штрафной, иранский нападающий ловко убрал на замахе Игоря Армаша, после чего нанес, казалось бы, вернейший удар в нижний угол. Но мяч каким-то непостижим образом не попал в створ, пройдя в считанных сантиметрах от штанги. Ну а еще через пару минут Ростовчана можно было и вовсе сетовать на тотальное невезение. Павел Могилеевец, получив классную передачу на ход, выскочил с Белиновым один на один и метил все в тот же нижний угол, но угодил в штангу. На добивании же первым оказался Азмун, который просто обязан был поразить уже пустые ворота, но на ленточке, как нельзя кстати, возник Зотов, грудью отразивший этот мощный удар. Просто перекрывал ту часть ворота, которая была открытой и все, то есть он попал в меня. Повезло. Под занавес первого тайма Ростовчане имели еще один шанс забить так называемый гол в раздевалку, но упустили и его. Удар неут мимого Азмуна с 22 метров получился крайне опасным, но прошел чуть мимо цели. В тайме втором характер игры ничуть не изменился. Гости все так же действовали острее, но Белинов снова и снова команду выручал. В частности справился с непростым ударом Гацкана со штрафного, который метил в самую девятку. И все же Ростовчане в конце концов своего добились. Роковой оказалась 81-я минута. Высчет на замену Муса Думбия, получил мяч на правом фланге и сделал своевременный прострел на поза. И хотя его удар Белинов парировал, на добивании Перм оказался Гацкан и без всяких помех отправил мяч под перекладину. Само собой Хазеева попытались организовать финальный штурм, провели несколько опасных атак, но до реальных угроз вратам Джанаева дело так и не дошло. В итоге Ростов одерживает гостевую победу с минимальным перевесом и вновь возглавляет таблицу чемпионата. Кубань же по-прежнему остается на 14-й строчке. Ростов Футбол такая штука, что результат это главное в футболе, да? Это три очага победы, а закономерно нет, это второй вопрос. Самое главное, что мы проиграли сегодня, не выиграли. Ничем не удивилось, честно, Ростов сегодня. Мы знали, что будет играть от обороны на контратаках. У них очень быстрая линия атаки, поэтому у них в первом тайме, в конце, там, пара моментов создалась. А так, я считаю, ну, не сказать, что по игре прямо. По моментам, может быть, они должны были выигрывать, но все-таки мы могли и в ничью сыграть, и выиграть, если бы забили первыми. Стоит отметить, что именно в матче с Ростовом свой первый матч в составе Кубани провел Игорь Жураховский, пополнивший команду этой зимой. Нам удалось узнать, насколько доволен Ховбек своим дебютом за «Желто-Зеленых» и как он к нему готовился. Да никак не готовился, тренировался просто с командой, да немножко заждался. Хотелось бы раньше дебютировать. В принципе, ничего такого. Какие вы получили функции, ну, какое задание получили от тренера? Больше на оборону, в принципе, так, помогать опорным полузащитникам, ну, и по возможности на атаку пытаться. Ну, сложная игра, Ростов хорошая команда, не просто так идут, так высоко в турнирной таблице. Сложная была игра, мощная команда. В первом тайме нам повезло, откровенно говоря, ну, могли и сами забить, на контратаках выбегали. Обидно, что проиграли, конечно, в конце, так, нас сами ошиблись. Так, обидно немного. К слову, несмотря на неутешительный результат встречи с Ростовом, нельзя не отметить прогресс совсем еще молодых игроков Кубани. Святослав Георгиевский уже второй поединок ряду вышел на поле в стартовом составе, но Максим Майрович впервые отыграл за основу «Желто-Зеленых» все 90 минут. Вот схема с пятью защитниками, с тремя центральными у Ростова, насколько она неудобна для нападающих, в частности, для флангового нападающего? Не знаю, ну, приходится то, что если защитники подключаются, приходится бегать назад много. Ну, не знаю, я сегодня считаю, что нам, наоборот, легче было то, что два крайних защитника были. Тем более, они не основные, там, чуть-чуть, ну, нам нормально было, не супертяжело. Я, как бы, на этой позиции играю впервые, то есть, этот сезон, и я уже привык. Но позиция совсем другая, где нужно очень глубоко оттягиваться назад, то есть, за защитником прям бежать. Конечно, обидно то, что могли зацепиться за результат, то есть, не зацепились. К сожалению, поединок с Ростовом был мрачен крайне неприятным событием. Серьезную травму получил Мухаммед Рабио. Полузащитник был вынужден покинуть поле уже на 63-й минуте, а проведенное на следующий день углубленное медобследование выявило у футболиста сборной Ганы разрыв передней крестообразной связки правого колена и повреждение внутреннего мениска. В ближайшее время Ховбеку будет сделана операция, но очевидно, что нынешний сезон для Рабио завершился досрочно. Нам остается пожелать Момо здоровья и терпения и надеяться, что в дальнейшем он еще не раз порадует болельщиков Кубани своей эффектной игрой. К счастью, есть у нас и более приятный повод для разговора. Не так давно 36-й день рождения отметил один из главных старожилов команды – Георгий Букур, который в свой праздник согласился дать эксклюзивное интервью преданным фанатам желто-зеленых, представляющих старейшую группу болельщиков клуба в популярной социальной сети. В компании своего друга и одноклубника Игоря Армаша, который в данном случае еще и любезно выступал в качестве переводчика, Джиджи поведал немало интересного. Например, как в таком почтенном по футбольным меркам возрасте ему удается быть рекордсменом команды по пробегу. Так в матче против Амкара самый возрастной игрок Кубани наматал по полю свыше 11,5 километров. Мне кажется, главному тренеру не важно, сколько каждому из игроков лет. На поле мы все должны выкладываться на 100%. Если есть желание победить, то пробежать как можно больше тоже немаловажно. Вместе с Бо Куром мы мысленно переносимся в зиму 2010-го. На тот момент он был кумиром болельщиков команды Тимишара, в котором провел 5 сезонов подряд, успел стать вице-чемпионом Румынии и финалистом Кубка, а также застолбить место в сборной. Что же побудило Джиджи отправиться в незнакомую и загадочную Россию, да еще и в 1-й дивизион? Вариант перехода в Кубань появился благодаря заинтересованности во мне Дана Петрезку. Он хотел видеть меня в команде, и я не смог отказать такому человеку. Я уже 6 лет в Краснодаре, поэтому можно уверенно сказать, что я не ошибся. В российской премьер-лиге Букура пытались держать десятки защитников. Разумеется, с очень разной долей успеха. Но был ли кто-то, против кого Джиджи игралась сложнее всего? Не могу назвать кого-то конкретно. Во многих командах российской премьер-лиги центральные защитники и иностранцы. Клубы стараются брать на эту позицию лучших. Конечно, сложно играть против таких защитников, как в Зените и ЦСКА. Но, конечно, еще сложнее играть против Игоря Армаша на наших тренировках. Дружеские подколки в адрес своего товарища и одноклубника Букур неизменно отпускал на протяжении всего интервью. Ведь они с Армашом пришли в Кубань одновременно, сдружились с первых дней пребывания в команде и теперь, что называется, не разли вода. Игорь один из тех, кто больше всего мне помог, когда я появился в Кубани. Он был единственным, кто говорил по-румынски, поэтому мы быстро нашли общий язык. И сейчас дружим с семьями, вместе отдыхаем, так что роль Игоря нельзя преуменьшать. Шесть с лишним лет проживания в нашей стране не прошли для Букура даром. Он неплохо освоил язык, а также, как следует, изучил людей. И теперь убежден, русские и румыны весьма похожи. Нет разницы. Менталития румынская и русская похожи. Погода, может? Нет, и погода похожа, как Румыния, как Букаретская, где я живу. Краснодар, но Москва другая, Санкт-Петербург другая, погода чуть-чуть плохая. Но погода нормальная. Ну вот он почему не разговаривает и не дает интервью на русском, потому что есть такие слова, где он блокируется, не находит вот этих слов, и дальше не может что-нибудь сказать. Поэтому он предпочитает всегда на румынском разговаривании. Успет Джиджи как следует изучить и кубанскую столицу. Теперь, если в гости приезжает кто-то из родственников, он может провести по любимым местам города не хуже профессионального экскурсовода. Первое время я часто ездю с детьми в зоопарк. Сейчас иногда гуляю в парке 40-летия Победы или по улице Красной на выходных. Люблю спокойно и расслабленно посидеть в кафе или ресторане. Хорошо покушать и просто приятно провести время. Естественно, от болельщика во время вылазок в город Букуру не скрыться. Ведь узнаваемость у него в кубанской столице не хуже, чем у топовой голливудской звезды. Впрочем, шляпу и накладные усы для конспирации Джиджи не носит. Говорит, в этом нет необходимости. Вы знаете, популярность меня нисколько не смущает. Когда я выбираюсь в город, болельщики действительно узнают меня довольно часто, но я стараюсь никогда не отказывать им в беседе или в совместном фото. Ну а они, в свою очередь, доброжелательные, желают мне удачи. Ну и в завершение программы поговорим о делах грядущих. Всего через несколько дней желто-зеленым предстоит крайне ответственный выезд. В рамках 25-го тура кубанц играет в гостях с махачкалинским Анжи. Крайний по времени визит южан в столицу Дагестана завершился без голевой ничьей. 0-0. Миром разошлись команды и в первом матче этого сезона. Октябрьская встреча на нашем стадионе закончилась со счетом 1-1. На гол Ларенца Мильгареха гости тогда ответили точным выстрелом Яника Бали. Мало кто может знать о сопернике больше, чем наш новобранец Георгий Зотов, который перешел в Кубань нынешней зимой именно из стана махачкалинцев. Команда не сильно изменилась. У них вот, получается, пришел только один игрок от Бериша. Такой быстрый парень, на него внимание надо обратить обязательно. Я бы не сказал, что прям более принципиально. Сейчас все игры принципиальные, надо брать везде три очка. Так что неважно, бывший это мой клуб или Зенит будет, или кто-то еще. Все игры очень важны, все одинаково важны. Надо брать три очка в любом случае. Не стоит забывать, что в таблице Кубани Анжи сейчас прямые конкуренты. Махачкалинцы занимают последнюю строчку, но выбраться из зоны вылета хотят отчаянно. А потому в понедельник желто-зеленым потребуется железная выдержка. Ведь местные болельщики на стадионе в Каспийске наверняка обрушат на гостей особую психологическую атаку. Я никогда не был на Кавказе, но, честно говоря, мне все равно, где играть. Ведь я профессионал и должен им оставаться. Так что, несмотря на атмосферу стадиона, который будет поддерживать противника, я надеюсь на опыт и хладнокровие моих партнеров и верю, что вместе мы добьемся поставленной цели. На этом пока все. О самых свежих новостях из тана желто-зеленых расскажем в следующий раз. Это была Кубань Арина. Увидимся ровно через неделю.